В Наринмаре началась подготовка к предстоящему поводку. Напомню, ледоход в Наринмаре ожидается 25 мая, плюс-минус 7 дней. Ожидаемый уровень воды 500-560 см, по изотории 570-630 см. В соответствии с планом противопаводковых мероприятий, необходимо отработать вопрос вывоза мусора и нечистот в случае критического уровня поводковых вод, проверить герметизацию канализационных колодцев и другие. Кроме того, на этой неделе будет объявлен конкурс на выполнение работ по разработке выравниванию песка с целью защиты территории Наринмара от затопления поводковыми водами. Планируется отсыпать порядка 2000 кубометров песка, в районах которой подвержены затоплению при критическом уровне поводковых вод. На Сахалине, в Мирном, в районах санаторно-лесной школы, Качгарта, улиц авиаторов и Старого аэропорта. Самые аварийные и сугрозы для жизни. Эксперты Общероссийского народного фронта составили подробную карту самых опасных участков дорог. В основе карты статистика ГИБДД за 2015 год по дорожно-транспортным происшествиям с погибшими и ранеными. Число городов с аварийными дорогами попало и Наринмар. Особо опасными участками для пешеходов и водителей стали улицы Юбилейная, 60-летие октября, Первомайская и Ваучейского. Именно в этих местах чаще всего происходит ДТП. В целом, по статистике ГИБДД, в Наринмаре произошло 39 аварий, в которых погибли 5 человек и 43 получили ранения. По мнению членов ОНФ, причина аварийности на дорогах – загруженность трасс, погодные условия и не всегда качественная очистка дорог. Мы будем обращать внимание коммунальных служб, чтобы эти участки дорог были всегда вовремя почищены, вовремя убраны, потому что все-таки это наши жизни, качество жизни наших людей. И, конечно, будем обращать внимание водителей, чтобы они были наиболее пристально внимательно относились к вождению в данных участках дорог. В то же время, Наринмар вместе с такими городами, как Мурманск, Южкорола, Орел, Пенза и Псков признан безопасным для детей. В 2015 году в городе в результате аварии не погиб ни один ребенок. Зимняя автодорога Наринмар-Усинск закрыта для всех видов транспорта. По информации диспетчерской службы подрядной организации, пропуск на зимнюю автодорогу только грузовых автомобилей возможен в ночное время. Напомню, что ледовые переправы в республике Коми через реку Печора в районе населенного пункта Усть-Усана автозимника Усинск-Печора закрыты. Подробную информацию о состоянии автозимника можно узнать на мониторе, расположенном на площади Ленина, а также по номеру 112 или по телефону диспетчерской службы компании «Транзит» 8-911-650-40-40. По информации госавтоинспекции Неницкого округа, за прошедшую неделю в Наринмаре выявлено 109 административных правонарушений. Четыре водителя управляли транспортными средствами, не имея права управления. Семь водителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За нарушение правил перевозки детей к ответственности привлечено два человека. Произошло 9 ДТП, пострадал один человек. Отдел госавтоинспекции Неницкого округа обращает внимание водителей на строгое и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, а также предупреждает об ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В минувшую субботу в районе 23 часов в поселке Нальминос местный житель, управляя снегоходом «Ямаха Викинг», совершил наезд на металлическую бочку, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель снегохода получил телесные повреждения. По факту ДТП сотрудниками окружного ГИБДД проводится проверка. Остались без радиаторов. Сразу на пяти лестничных клетках нового жилого дома в поселке Искатели сняли батареи. Сначала жильцы подумали на управляющую компанию. Мало ли что случилось ночью. Но служба заказчика домосложильцов опровергла, сказав, что работ по замене батарей в ночное время не проводила. Ночь с 3 на 4 апреля для жителей дома номер 16 на улице Поморской была самая обычная. Вот только утро преподнесло необычный сюрприз. Выйдя в подъезд, жильцы обнаружили, что с лестничной площадки исчезла батарея. Потому что я утром вышла поливать цветы, если вы видели, у нас подъезды красивые, подъезды светлые, у нас там цветы стоят. И мы вышли утром полить цветы и обнаружили, что просто лужа, никаких батарей нет. Муж пошел в первый подъезд, посмотрел, там тоже батарей нет. Мы позвонили в службу заказчика, спросили, может быть у нас была какая-то поломка. Нам сказали, поломки не было, техники сказали, мы не вызывались ни по заявкам. И вызывайте полицию. Полицию жильцы дома вызвали незамедлительно. Оперативники, в числе которых дознаватель, участковый, эксперт-криминалист и следователи отреагировали быстро. В течение часа они уже прибыли на место происшествия. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С места происшествия экспертами были изъяты следы рук. Позже было установлено, что к данной краже причастны двое молодых людей. Это 18-летний юноша и 17-летний подросток. Задержанные – жители Наринмара. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Кража». Несостоявшиеся воры, вероятно, представили себя героями легендарной комбинальной комедии советского времени «Джентльмены удачи». Куда пытались быть украденное металлическое оборудование, рецидивист и его сообщник предстоит выяснить следствию. Нанесенный ущерб составил более 28 тысяч рублей. Теперь джентльменам удачи грозит реальный срок до 5 лет лишения свободы по статье 158. Суд Нинецкого округа завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Тайборея. Он признан виновным в убийстве двух лиц. 23-летний оленевод был взят под стражу 29 сентября 2015 года. Накануне 28 сентября около 14.00 в чуме Большеземельской тундры подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья в коллегу по оленеводческой бригаде. Тому было причинено дробовое проникающее ранение левого плеча и груди с множественными повреждениями внутренних органов. Потерпевший скончался на месте. Свидетельницей преступления стала супруга 41-летнего оленевода. Ей Тайборея нанес руками и ружьем несколько ударов по лицу и телу. Когда женщина упала от ударов на землю, подсудимый наступил на нее ногой и произвел прицельный выстрел из охотничьего ружья в голову. Смерть также наступила на месте. Подсудимый в судебном заседании свою вину полностью признал. Суд НАУ назначил Сергею Тайборею наказанием в виде лишения свободы на 14 лет с ограничением свободы на один год с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.